Ну и завершая наш выпуск, начался сезон активности клещей. По словам специалистов, насекомые просыпаются в конце апреля-начале мая, когда полностью сходит снег и создается более комфортная среда для их обитания. В Люберцах к медикам из-за укусов уже обратились более 20 человек. Так как же обезопасить себя в этот период и что делать, если вы все-таки подцепили клеща? Об этом нашей съемочной группе рассказал врач-инфекционист Лев Денисов. Парки, леса и посадки – потенциально опасные места для отдыха. Ведь именно там основное место обитания клещей. И нужно помнить, что даже один укус этого насекомого может тяжело сказаться на жизни и здоровье человека. Они могут все передавать клещевой энцефалит как самое опасное заболевание. Но не во всех регионах нашей страны зараженные энцефалитным вирусом клещи есть. Допустим, в нашей Московской области только находили зараженных клещей в двух районах. Это Дмитровский, Илталдумский. А вот, допустим, наша вся сторона, так скажем, юго-восток, юг, юго-запад, здесь клещи энцефалитом не заражены. Однако клещевой боролиоз или болезнь лайма распространена по всей России. И обезопасить себя от этого и подобных заболеваний нужно. Врачи рекомендуют перед выездом на природу узнать, чем именно там можно заразиться через укус клеща. Такую информацию дают в центре санэпиднадзора, в трампункте или на приеме у врача-инфекциониста. Вот первое, значит, ознакомились. Если человек планирует выезжать куда-то вот там, где есть клещевой энцефалит, самое надежное предупреждение заболевания – это заранее сделать прививки от клещевого энцефалита. В Люберецком округе такие прививки делают только в ЛРБ номер 2. Эта больница получает вакцины как для детей, так и для взрослых. Отмечу, первичная вакцинация предусматривает две прививки, которые нужно сделать с промежутком минимум в 30 дней. И чтобы предупредить заболевание, делать это нужно заранее. Люди, которые вообще не обязательно там выезжают куда-то там в лесную местность. Ну, даже у нас здесь вот в городе клещей тоже можно вполне подвергнуться нападению. Надо просто иметь дома, а тем более с собой брать, когда выезжает куда-то, антибиотик, докцициклин. И с первого же дня, когда обнаружил клеща, сразу надо начинать прием от этого докцициклина. Он принимается по две капсулы, два раза в день в течение трех дней, как экстренная профилактика. А если вы все-таки обнаружили на себе клеща, то сразу же обращайтесь в медпункт. Если же такой возможности нет, то самый лучший выход из ситуации – извлечь клеща с помощью петли из нити. А самое главное – не забывайте, лучше болезнь предотвратить. Поэтому перед выходом на природу обрабатывайте свое тело репеллентами с пометкой от клещей. Делайте вакцинацию и надевайте ту одежду, которая закрывает все части тела. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.